Девушки отдыхают сила духа, даже когда душе кажется, что она умерла. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Генри Сто лет тебя не видел Ужасно выглядишь Все в порядке? Да, сэр, в порядке Делите на пары? Да, пора уже Чем я могу помочь, Генри? Я, мистер Митчелл, хотел бы узнать Ваше предложение работы еще в силе? Мистер Митчелл, работа? Черт, Генри, прошло почти 12 лет Пара отсортированы, мистер Митчелл, их перегоняют на южный конец Уайли Пратт, Генри МакБрайт, Уайли мой управляющий Говорили, ты часто выпивал? Я хороший работник, мистер Митчелл Я знаю, Генри, лучше, чем другие Но в таком виде Ты не подходишь ни мне, ни кому-либо еще Я не пьян Просто ночь выдалась тяжелая, спала в грузовике Брось, Генри Я отсюда чувствую запах виски Спасибо, что уделили время Генри! Вернись У тебя деньги есть? Немного Нет, не нужно Это не подачка Зарплата за полгода Ты протрезвеешь, вернешься и отработаешь Не приходи, пока не завяжешь с выпивкой Большое спасибо Без за что Не видать вам этих денег? Генри славный, малый, в тяжелом положении Он вернется Да Я горжусь нашим знакомством Как скажете Повторить? Да Производство Wild Basin It's a way of our kind To do as we're told Our nature says run We're taught to be bold В главных ролях Джон Дилл Джин Луиза Келли Бен Эшбрук We're on the same side For once would you try To hear what I hear See the world through my eyes Вторая жизнь Композиторы Джимми Эсфирис и Джои Бартон Оператор Гаррет Пол Кокс Продюсеры Бен Эшбрук Пол Кризон и Марк Рашид Автор сценария Марк Рашид Под наименной книге Марка Рашида Вторая жизнь Рокинг 3К Гостевое ранчо Режиссер Пол Кризон Режиссер Пол Кризон Простите, мэм Я ищу хозяина Парень у дома послал меня сюда Я хозяйка Джесси Кинг Что вы хотели? Я увидел Объявление Вам нужна помощь Я могу делать все, что пожелаете Вы откуда? Недавно жил возле Элкоу Там же полно скотоводов Да, мэм Зачем пахать на ранчо, если можно гонять скот? Сейчас погонщики не нужны У вас есть рекомендации? Думаю, все, на кого я работал, смогут сказать что-нибудь обо мне Могу предложить вам 100 долларов в неделю, ночлег и еду три раза в день Я согласен, мэм Вы курите? Нет Работаете в перчатках? Нет, мэм Как вас зовут? Генри Макбрайт Объездщик? Был 100 лет назад Что ж, точите багаж, я вам все здесь покажу Так точно, мэм Что я буду делать? Седлать ваших кобылок? Или подковывать? Объезжать жеребят? Не совсем Эй, малыш, посмотри на меня Повернись, улыбнись Давай Мистер Ковбой, встаньте рядом с ним, пожалуйста Спасибо, хочу снять вас вдвоем Вы не могли бы поднять шляпу? Хочу, чтобы он надел Ты вся в отца? Нанимаешь бродяг? Он верил, что они могут измениться Знаю, что этот, возможно, уйдет после первой зарплаты Время Продолжение следует... Продолжение следует... Вся кожа содрана. Мне пришлось, Джесс. Ей как будто хотелось мой обед сожрать. Подобное происходит уже в третий раз. На соврасой кобылке следы от шпор, а у чёрного жеребца тоже разодрана морда. Слушай, мы оба знаем, что такое случается. Пусть Джим здесь закончит. Отправляйся к восточной изгороди, её два года не чинили. К восточной? Три километра ограды! Пока не закончишь, не возвращайся. Чёрт, там три-четыре дня пахать, Джесс. Подумаешь, как обращаешься с лошадьми. Добрый вечер, Генри. Вы... вы... обедали? Да. Вы... не часто работали на ранчо, верно? Нет. Мы... мы с парнями так и подумали. Не обижайтесь, вы больше похожи на пастуха, а не на ковбоя. Без обид. Вы... вы научитесь. Надеюсь, что нет. Я... работал на многих ранчо. Нигде нет лучшей еды и лошадей, чем здесь. Похоже, Чет вернулся. Он здесь главный. Он уходил на неделю чинить изгородь. Главный чинил изгородь? Да. Джесс недовольна. Эй, Чет, это Генри Макбрайт. Генри. Может, Джесси наняла тебя? Но на этом ранчо я главный. Считай, что работаешь на меня. Кобыл нужно увести до темноты, да? Займись этим. Давай! Тебе знакомо это дело, Генри? Зачем ты это сделал? Что? Да ладно, ему нравится. Нет. Нет? Нет, я не знаком с этим делом. Не важно. Запомни одно. Я много говорить не люблю. Если сказал, подойди. Лучше подойди. Ну, Чип, я тоже говорить не люблю. Если качаю головой, значит, не подойду. Эй, слушай. Не хочу начинать с руганий, но измени свое отношение. Я такого не потерплю. Твои ежовые рукавицы я тоже не потерплю, Чек. Мое имя Чед. Намотай на ус. Кори, ты на девять часов. Бен, приведи Меринов с нижнего пастбища. Джед, оседлай пони и отведи в загон к восьми тридцати. Генри. Генри. Так. С возвращением, ковбой. Вам, сэр, достается честь провести еще один славный день с лопатой. Вопросы? Тогда за работу. Кто надевал на лошадь поводья? Натянули и опять порвали. И зачем, спрашиваю. Дэн, достань из моей переметной сумки новые поводья. Здесь нет поводья в Чет. Черт, кто взял поводья из моей сумки? Вы меня достали. Как нет, вернусь, кто-то из вас сразу лажает. Чет, не устраивай сцену. Нет. Кто-то из вас, неважно кто, вернется в конюшню и принесет мне запасные поводья. И кто это будет? Матерь Божья. Что ты там делаешь, ковбой? Потерпи, Чонти. Джесс, Джим сказал, ты меня звала? Моё любимое фото с тобой и отцом. Это 99-й, когда он подстрелил оленя около Тонопа. Через пару лет, как ты уехала в Денвер. Ты был для него как сын. Чет, я тебя отпускаю. Отпускаешь? За последние полгода многое случалось. От жеребят с травмами до невыполненных просьб. И утренняя сцена. Это я могу объяснить. Парни перешли границу. Сегодня гости жаловались, и это не впервые. Эй, Джесс, это место не должно было стать гостевым ранчо. Мне плевать, что туристы жалуются. У нас с твоим отцом были большие планы, пока он не заболел. И в них не входило быть нянькой горожанам 9 месяцев в году. Да, у отца были планы. Да, ты права. К сожалению, он не учёл необходимость оплаты счетов. Как только появились заработки, ты стал перечить мне на каждом шагу. Я устала. Ты не уволишь меня. Чет, собирай вещи. Через час я подготовлю чек. Ты не посмеешь. Входите! Мистер МакБрайт. Нам. Спасибо. Чет. Ты свободен. Чем могу быть полезна? Простите, мэм. Хотел вам сказать, что подковал тех двух лошадей, как вы просили. У кобылы большой каменный нарост на левом заднем копыте. Но с новой подковой ей двигаться легче. Спасибо. Попросите Джима дать корм пораньше. Да, мэм. Что-нибудь ещё? Нет, пока всё. Хорошо. Хотя, погодите. В загоне есть мышастая кобылка. Её связки зажили, и я думаю, пора начать с ней работать. Вы посмотрите её? Буду рад. Побудьте с ней, если можете. Да, мама. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Что, вам? Приятель, вам что-то принести? Да, виски. Виски и пиво. Привет, Тони. Нали нам. Давно тебя не было. Где пропадал? Искал работу. Боже, Чет, тебя выгнали? Смейтесь, смейтесь. Вы бы так не ржали, если бы батрачили на эту стерву Джесси Кинг. Клянусь. Она почти спятила. Как дамочки, что кошечек собирают. Вы поймите меня правильно. Она хорошенькая. Черт. Я даже разок думал пригласить её на свидание. Просто испугался заразиться её безумием. И думаю, она играет за другую команду. Да. Да. Прикиньте. Эй, Чип. Ты не мог бы не орать во всю глотку? Или лучше перенеси своё цирковое шоу в другое место? Я бы мог, если бы не ты, Генри МакБрайт. Выпить пришёл? Наверное, не по одной. Привет, старик. Запомни кое-что. Не нравится, как я говорю? Может, сам уйдёшь? Так вот, парни. Прошлым летом одной ночью я проходил мимо дома Джесси. Занавески были открыты, она собирается спать. В жизни не видел такого шикарного тела. Особенно верхом на другой даме. Говорю вам, парни, точно. Всё так. Эй, 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 нет! Тише, тише, спокойно, тише. Мистер, мы не хотим проблем. Он обещал нам проставить пиво, вот и всё. Чёрт возьми! Ещё только три часа, рановато для драки. Вы видите его. Ладно. На этот раз я вас прощаю, потому что Джесси Кинг – моя подруга, а Коллинз – засранец. Но ещё раз устроите проблемы, и я вас вышвырну. Может, стоит предложить ему лёд. Спасибо. 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 Уже не так крут, старый козёл. Пришла расплата. Никто не отнимет мою работу. Ни ты, ни кто-то ещё. Доброе утро, мистер Макбрайт. Боже, что с вами случилось? Оступился и упал. Мистер Макбрайт. Внесём ясность. Если ваши попойки будут мешать работе, вы мне больше не понадобитесь. Да, мам. Доброе утро, мистер Макбрайт. Да. Доброе утро, мистер Макбрайт. Упс. Доброе утро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, мистер МакБрайт Что скажете о новом жильце? Я бы день-другой не подпускал к нему любителей Черт возьми, он раньше так не делал Как? Не подходил так близко, как к вам Обычно он избегает людей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хочешь, сеноприятель? Голодина? Я понимаю тебя, дружище Иногда приходится просто бежать Субтитры сделал DimaTorzok На что смотришь? Просто никогда такого не видел Я тоже, так делал только отец Ладно, ладно, придержи лошадей Черт, дерьмо Не ушибся, милый? Иди в кровать Черт Черт Иду Что? Оля, это я Чет, какого лешего ты делаешь здесь ночью? Слушай, старина Мне надо где-то остановиться на пару дней Может, устроишь меня на диване? На диване? Чет, я думал, у тебя есть жилье Ну, похоже, что нет Не вышло Я бы с радостью, Чет Но не могу На пару дней, пока другое место не найду Прости, я не могу Даже на пару дней? Черт, я ведь не замуж тебя зову Боюсь никак, приятель Знаешь, Кони, она... Нет, Олли, а что, Кони? Она немного странная В таких делах Да Все странные, Олли И ты теперь тоже Я буду скучать, Джим И я буду скучать, Джесс Год так быстро пролетел Увидимся осенью Буду ждать Осторожнее на дороге Ладно, будь здоров, Генри Спасибо, Джим Как насчет завтрака? Мэм? Последний месяц я ела йогурт и тосты Они мне надоели Хочу приготовить бекон и яйца Будете? Ну, да Только пару дел закончу Хорошо Заканчивайте И приходите к задней двери Субтитры сделал DimaTorzok Закрыто на сезон Жаль, Джиму не достанется Да уж Кстати У вас отличное седло Давно купили? Оно принадлежало отцу, а раньше его отцу Мой прадед сделал его в 1888 в Техасе Почти семейная реликвия А вам есть кому передать? Нет Думал, что передам сыну Я не знала, что у вас есть сын Он живет где-то рядом? Нет, мэм Он живет на севере с матерью Оно ему не нужно А я люблю старые седла Мой отец ездил на одном, пока еще мог Продал его Тому Эссексу И купил мышастую кобылку Том Эссекс? Это он привел мустанга Он собирает старые седла У него их штук 200 Не показывайте ваши, а то захочет купить О нет, мэм В этом седле мой мир Оно никому не достанется Если он начнет мучить вас седлами Я вас предупредила Пожалуйста, ешьте, мистер Макбрайт Не нужно ждать Я попросила вас остаться Поскольку, когда мы закрыты на сезон Мне нужна помощь Скажите, вы не против задержаться? Совсем не против Зовите меня Генри Только банкиры и юристы зовут меня мистер Макбрайт Не хочу, чтобы меня за них приняли Генри, значит Макбрайт 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 Эй, хороший мальчик, хороший. Как она это делает? Как она делает? В них ваша душа, Генри. Извините, думал, вы знали, что я здесь. Я подумал, что лошади… Ваша душа, поэтому они не хотят приближаться. Если на душе неспокойно, они чувствуют. С душой всё в порядке. Может, нам обоим пора душу облегчить? А, малыш? Может, стартер? Ничего не вижу. Подключите верхний провод. Так, пробуйте. Получилось. Завтра мне надо доставить пару жеребцов. Хотите со мной? Куда ехать? Я встречаюсь с владельцем Родео в Гумбольте. С пять часов к северу. Нет, слишком долго я не смогу. У меня здесь много дел. Ладно, договорились. Жители Гумбольта погибли в аварии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Генри, вы встали? Да. Я уезжаю. Хотела узнать, вы не надумали присоединиться? Давайте, заходите, выпьем и обсудим это. Вы пьяны? Нам не обязательно пить. Музыка Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мемориал Джоша МакБрайда Четвёртый павильон Эй, Уэбб, я увидела надпись на четвёртом павильоне. Кто такой Джош МакБрайд? Джош МакБрайд? Да. Это грустная история. Да? Да. Он с матерью погиб в аварии примерно 17 лет назад. Настоящая трагедия случилась на улице Бейкера. Они все возвращались с конкурса талантов, где Джош выступал. Он был великим гитаристом для своего возраста. Победил в конкурсе, если правильно помню. А Генри, его отец, работал трое суток подряд без отдыха и сна. Знаешь, как на скотоводческих фирмах. Работы много, а времени её сделать нет. Генри. Генри. Да. Что ж. Я знал его и Энн с детства. Они уже тогда ходили вместе. И Генри вёл машину, так как Энн сломала лодыжку за пару недель до того. Он заснул за рулём примерно на полпути и слетел с дороги. Генри вышвырнул из грузовика, но Энн и Джош остались внутри. Генри сильно пострадал, но даже в этом состоянии пытался вытащить их из грузовика. Когда он до них добрался, было уже поздно. Он тяжело это перенёс. Винил себя, конечно. Семья значила для него всё. Знаю, я должна его уволить. Но не могу. Не знаю, как объяснить. Некоторые вещи не нужно объяснять. Они и так понятны. Я не знаю, что делать. Сделанного не воротишь. Но он хороший человек. Потерянный немного, но хороший. Ему нужен друг, с которым можно поговорить. Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, Генри. Доброе, мам. Хочу сказать, что я уезжаю. И избавляю вас от нужды меня увольнять. Ещё хочу сказать, что мне очень стыдно за вчерашнее утро. Этому нет оправданий. Во-первых, не помню, чтобы я собиралась вас уволить. Во-вторых, извинения приняты. В-третьих, я собиралась готовить завтрак. Присоединитесь. Присоединитесь. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Нет, я сама поведу. Может, вы поведёте. Всё в порядке, я не против. Тогда в другой раз. Что? Если ты не будешь следить за словами, то Генри решит, что я как-то не так вожу машину. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Неплохо прокатились. У вас шляпа съехала. Добавил субтитры DimaTorzok Похоже, есть всё за исключением чикагских болтов. Закончились. Ничего. Я съезжу за тканью для Хестер. Вы останетесь или пойдёте? Идите. Вам нужно проветриться. Может, желудок успокоится. Ах, да, Джесс. Чед Коллинз приходил искать работу. Думаешь, его стоит нанять? Прости, Мелвин. Меня лучше не спрашивать. Мы скоро вернёмся. Ладно. Привет. Джесси Кинг, как дела? Рада тебя видеть. Привет. Всё хорошо? Конечно. Так. А это у нас кто? Джоли? Это Генри Макбрайт. Мэм? Не такой, как те балбесы, что ты приводила. Не слушайте её. Ну, а футбол вы любите? Да, мэм. Любимая команда? Люблю Денвер. Единственный, кто попал в лигу, начиная с 1960-го. Я болею за Пеккерс. Лучший рекорд в истории. Хорошая команда. На самом деле хорошая. Винс Ломбарди никому не давал себя надуть. Так чем я могу помочь? Хестер попросила забрать ткань. Точно, привезли вчера. Хорошо. Вот она. И передай ей, что я хочу ещё тамалис. Очень вкусные. Вы пробовали тамалис, Хестер? Нет, мам. Они бесподобны. Правда, сильно пучит. Даже собака не подходит. Но ем и не могу остановиться. Хочу быть такой, как она, когда состарюсь. А что? Представил вас в 70 лет матерящийся, пукающий и болтающий о футболе. Не все же, как Леона Хелмсли. Кто? Не важно. Мне всё не даёт покоя один вопрос. Перед тем, как нанять, вы спросили, «Ношу ли я перчатки или курю?» Почему? Отец говорил, что тот, кто работает в перчатках, будет всегда их искать, прежде чем взяться за работу. А курильщик в нужный момент будет всегда наперекуре. Это так и есть? Не знаю. Никогда не брала тех, кто курит или надевает перчатки. Привет. Привет, Генри. Прекрасно выглядите. Спасибо. Хотите лимонада? У меня есть. Нет, мэм. Присядете? Нет, спасибо, мэм. Вы хотите со мной поговорить? Ну, дело в том, что будут танцы. Я взял эту рекламу, когда мы были в городе. В субботу вечером у них будет живая музыка. И я подумал, может, оставим ранчо на пару часов. Генри? Вы приглашаете меня на свидание? Ну, не знаю. Я думал… Я не знаю. Я… Я с радостью. Ух ты. Здорово. А, Мелвин. Тебя-то я ищу. Привет, Чет. Чем помочь? Хотел узнать, решил ли ты взять меня к себе на работу. Прости, Чет. Вынужден отказать. Могу я узнать, почему? Я не получил рекомендации из твоей прошлой работы. Привет, Генри. Мама? Генри. Я шага с крыльца не ступлю, пока вы не пообещаете звать меня по имени. Весь вечер. Я жду. Ладно, обещаю. Хорошо. Идём? Да, мэм. Джесси. Джесси. Поработаем над этим. Вот так пряжка у вас. Вы же не единственный наездник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спокойной ночи Я весь вечер об этом думал Я тоже Спокойной ночи Спокойной ночи Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, Генри! Доброе, Джесси! Доброе утро! 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 Генри, это вы? Генри, это вы? Что, старый пенни тебе сбежал? Немедленно убирайся из моего дома. Чёрт, Джесс, я только вошёл. Уходи, или я вызову шерифа. И когда он появится? Через час или два? Ты не дала мне получить работу в магазине. Мне было бы плевать, но время сейчас непростое. Я звоню шерифу. Иди сюда. Ти-да. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Дура. Джесси, Джесси, о боже, милая, нет, мы сейчас позовем Хестер. Я позвоню Хестер, ладно? Дорогая, все будет хорошо, все в порядке. КОНЕЦ Ты чертов ублюдок. КОНЕЦ Теперь слушай внимательно, понял? Залезаешь в свой дерьмовый грузовик и валишь отсюда? Нахрен. Валишь как можно дальше отсюда, а если вернешься? Или появишься рядом с Джесси Кинг, я тебя убью. Я ясно выразился? Хорошо. Мы наконец-то поняли друг друга. КОНЕЦ Как ты, Джесси? КОНЕЦ Тебе вчера досталось. Но скоро тебе будет лучше. Обещаю. Нам всем. Всем будет лучше. Отдыхай. Отдыхай. КОНЕЦ Чем больше я тренируюсь, КОНЕЦ Спасибо, Генри. Ну, тебе не стоит так много благодарить, пока не попробуешь. Я не пройду. Я счастлив помочь. Скажи, как у вас с ним дела? Он дает себя поймать и обуздать. Позволяет чесать его. Больше не убегает. Ты ему понравился. С самого начала. Он мне тоже нравится. Я таких, как он не встречал. Он видит меня насквозь, как будто все обо мне знает. Где я был. Что делал. Позволяет чесать его. Позволяет чесать его. Что делал. Что делал. Позволяет чесать его. Позволяет чесать его. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ К завтрашнему дню готов? Хочется в это верить, мистику. Мне тоже. В результате он оказался хорошим жеребцом. Одним из лучших. Кстати, я купила бы его у тебя, если сойдёмся в цене. Сначала посмотрю, каков он на ренчо, а потом уж подумаю о продаже. Если не справиться, не забудь обо мне. Не забуду. Вот они. Генри, ты помнишь Тома? Мистер Эссекс? Генри, это ваше седло? Да, сэр. Вы позволите? Боже, работа старика Клэрэнса Бичера? Да, сэр. Будь я проклят. Я такие только в книгах видел. Седла Бичера – это легенда. Он сделал их не так уж много, всего 10 или 15. Откуда оно у вас? Мой прадед и Бичер когда-то вместе пасли скот. Видать, ваш прадед отлично справлялся. Старик Бичер знал, как пасти скот лучше, чем кролик знает, как бегать. Оно всегда принадлежало вашей семье? Да, сэр. Генри, я знаю, шансов мало, но не прощу себя, если не спрошу. Что вы за него хотите? Оно не продается. Я заплачу наличными, назовите цену. Седло не продается, сэр. Понимаю. Но если передумаете… Нет. Ладно, Генри. Ну, покажите тогда, что умеет мистер Тико. Да, сэр. Тико. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Я решила сделать жаркое на ужин и хотела тебя пригласить. Ты зовёшь меня на свидание? Похоже, что так. Генри! Генри Макбрайт! Ты ли это? Я здесь, Генри! Мистер Митчелл. Ей-богу, сразу тебя узнал. Как ты оказался в этой глуши? Хотел вас то же самое спросить, сэр. Далековато от Элкоу. К югу отсюда распродажа. Парни сейчас загружают покупки. Работаешь? Да, неподалёку. Пасёшь? Работаю с лошадьми. Наверное, лошади довольны. Прекрасно выглядишь. Как в остальном? Выпиваешь ещё? Нет, сэр. Уже некоторое время не пью. Знаешь, я никогда не винил тебя в том, через что ты прошёл. Если бы мне выпало такое... Да. Ты отлично справляешься. Очень рад, Генри. Спасибо, сэр. Ты ни слова не сказал, как мы сели. Всё хорошо? Конечно. Просто сегодня я встретил старого знакомого. Скорее, старого хозяина. Он помог мне деньгами до того, как я приехал сюда. Я должен ему за полгода работы. К чему ты клонишь, Генри? Я должен поехать к нему и отработать. Единственный выход – это поехать и отработать. Если речь о деньгах, то... Спасибо тебе. Но это не то, о чём мы с ним договорились. Я не хочу уезжать, Джесс. Но я должен. Возвращайся весной. Я буду ждать. Иди к тебе. Обед. Спасибо. Взял всё, что нужно? Да. Всё взял. Тогда, наверное, тебе пора. Пожалуй, да. Что ж. Будь осторожен. Чуть не забыла, у меня для тебя кое-что есть. Не нужно. Нужно. Всё в порядке? Почти. 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 Ты новенький? Раньше тебя не видел. Первый день. Взялся за эту работу, пока не устроюсь на ранчо. Может, знаете, кто нанимает? Не здесь, не в это время года. Никто не нанимает зимой. Нас и так на одного больше, чем сейчас надо. А что со старым Генри? Ударился в религию? Генри? Да, Генри МакБрайт. Он здесь где-то работает? Он управляющий Уайлд Бэйсен. Отрабатывает долг хозяину. Похоже, пару месяцев мы его не увидим, верно? Ты знаешь Генри? Нет. Не очень. Этот Уайлд Бэйсен ранчо с севера отсюда? Нет. На юго-запад километров 25. Трудные земли. Хорошо, что этой зимой там Генри, а не я. Генри. Нет. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Чёрт! Твою же мать! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Энн Мэри Макбрайт, верной жене и любящей матери. Джошуа Аллену Макбрайду, преданному сыну. Все хорошо? Да. Да. Субтитры создавал DimaTorzok No, I was not alone Oh, I wish that I had known But when I tried to hold on to it It crumbled into sand And I was not alone No, I was not alone Oh, I wish that I had known Oh, I wish that I had grown A river flowed that cut these rocks It flows no longer here I hear the voices of the dust The marks of time are clear A shadow lies across my path It's chill is like the night I stumbled for through the dark Searching for the light And I was lost Oh, I wish that I was alive I am Oh, I wish that I had known I am And I was lost I am Arts Media.